В разгар новогодних праздников у футболистов в нашей области по мини-футболу трудовые будни. С 3 по 7 января состоялся традиционный, уже 16-й турнир по мини-футболу «Рождественские звезды-2010». 8 команд приняли участие в соревнованиях. Гостями турнира были Ивановский штурм и Ярославский подводник. Изюминка турнира это то, что мы стараемся привлекать команды из других городов. В этом году у нас принимают участие две команды. Это одна команда из Ярославля и из Иванова. Ну и плюс к этому сильнейшая команда города Владимирова. В турнире приняла участие команда мастеров Санкт-Петро. Она была основана в 2006 году и с тех пор принимает ежегодное участие в «Рождественских звездах». Правда название команды менялось из года в год, но такую роскошь игроки себе позволить могут. Ведь наставником команды является Евгений Дурнев, а в состав вошли лучшие игроки города Владимира по футболу. Дмитрий Везмейкин рассказал нам, что в турнире принимают участие, чтобы отдохнуть и провести время в отпуске. Но несмотря на это, Дмитрий всегда стремится к победе и за весь турнир забил 11 мячей и был признан лучшим бомбардиром. Санкт-Петро – самая взрослая команда на турнире, но это никак не помешало им обыграть молодых и бойких игроков из «Альфы». Ведь по словам самого Везмейкина, тактика играет большую роль, а не возраст. Как мы ветераны, да, нам тяжело с ними тягаться на ложь, она и побыстрее, и мини-футболь это совсем другое. Здесь надо рискотуху, быстренько развернуться и это самое. Мы не можем это в силу и того, что мы из большого футбола, и в силу того, что мы немножко постарше, а не боюче. И мы обычно сидели сзади в обороне, да. А тут мы решили накрывать немножко там, хотя наелись вот так вот до отвала, но схема сработала. Победа за Сан-Петровым. Счет 6-2. Но она далась нелегко. Молодые игроки из «Альфы» всегда держали ветеранов в жестком тонусе. Здорово ребята играют. Я видел несколько сейчас комбинаций наигранных, но у них вот сегодня, может быть, что-то не хватало, не получалось. Или, может быть, они не ожидали от нас такой прыти. Мы сегодня решили не отсиживаться в обороне, а пытаться накрывать, прессинговать. И они вот это, мне кажется, растерялись, не ждали этого. Поэтому мы как бы много перехватывали мячей. А да, команда эта очень хорошая. В этот раз чуть-чуть сменили схему игры и обыграли. Команда «Альфа» была основана в 99-м году. За свою футбольную карьеру она добилась значительных успехов. Становилась четыре раза чемпионом города Владимира. Многократно участвовала в российских турнирах по мини-футболу. Но в рождественских звездах выше второго места не поднималась. В игре с Санкт-Петром, по словам начальника команды «Альфа», было много ошибок. А именно, редкая игра в пас, малое количество комбинаций, а также плохая реализация моментов. Безусловно, игра очень простая, неудачная, неудачная ключевая, причем с самого начала. Вот в этом турнире очень многое определяет желание, желание команды побеждать. И на сегодняшний момент, именно в сегодняшней игре, команды «Санкт-Петром» было больше желание побеждать. По словам игроков и зрителей, не очень верное судейство сыграло значимую роль в конечном итоге. Борис Агапитов, начальник команды «Альфа», не считает ошибки судей предвзятыми, а исключительно рабочими. Я считаю, что была допущена грубейшая ошибка с судьями, в том смысле, что был свистнут, ну, был назначен штрафной удар, и время игры вышло. В таких ситуациях по-любому пробивается штрафной удар, и потом тайм заканчивается, или игра заканчивается, в зависимости от того. Вот, поэтому нам должны были предоставить возможность пробить 10-метровый штрафной удар, и после этого игра должна была закончиться. Но, тайм закончился, нам такую возможность не дали. Может быть, во многом это был определяющий момент, потому что на тот момент человек был 3-2, и игра могла качнуться в любую сторону. Тем более, гол забитый в раздевалку, как говорят, ну, на последних секундах, да, он всегда очень сильно одну команду демотивирует, другую, наоборот, окрыляет. Игра была агрессивная, и эмоции игроков перерастали в горчичнике. В итоге, 3 желтые карточки у Санкт-Петрова, и 2 у Альфа. Турнир Рождественские звезды закончился. Первое место заняла Владимирская команда Матадор Синтез, второе Санкт-Петров, и третья команда Альфа.